Радио Болтком Утро на Болткоме И там мальчике я долго плакал И требовал, чтобы мне ее вернули И там что-нибудь еще Действительно музей Единственный, наверное, музей игрушки Который расскажет и покажет О котором, кстати, можно Проводятся экскурсии Со специальными рассказами О многих игрушках И ведь есть наши знаменитые игрушки Страумовские Я тоже надеюсь Сейчас мы об этом обо всем поговорим Пекари с блинами Там же есть и доктор Который наливает лекарства И мне тетя моя Которая работала с травмой Рассказывала, что изначально Это должна была быть игрушка про алкоголика Который пьет из бутылки А потом спохватили Что детям как-то это не совсем зайдет То есть это дурной пример И тут же переквалифицировали его В доктора, который наливает микстурку И там И так это Но глазки все равно у него славевшие Сколько я помню Яна Воронова Создательница единственного в Балтии Музея игрушки Муссу Берни Ибо наше детство С нами на связи Яна, доброе утро Доброе утро Яна, может быть Сразу о том Где находится музей Как он работает Как можно заказать Договориться об экскурсии по музею И что увидеть И что увидеть Часть коллекции мы видим За вашей спе А, кстати, вон доктор с микстурой Где, где, где А, вижу, 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 да Яна Рассказывайте Музей переехал Изначально музей был В Межтемсе Он был небольшой 54 квадратных метров Но мне казалось Что это так мало И вот сейчас музей переехал На бывшую швейную фабрику Латвия Дзервью 6 Где игрушки расположились Так скажем На площади больше 350 квадратных метров На данный музей На данный момент Он закрыт Но я планирую В ближайшее время У нас будет открытие Так как еще нужно И новоселье, конечно же Да, да Новоселье Когда планируете? Ну, как только мы приобретем Отопительную систему Гранульный котел Так сразу вот И открываемся Ну, немножечко такая поправочка Так как музей полностью Без спонсоров содержится На средствах моей семьи Поэтому немножечко Вот мы Тормозим с этим вопросом Но я планирую Где-то вот В феврале В этом месяце Ну, так это уже февраль идет Начался И, конечно же Желаю вам Как можно скорее Приобрести эту установку И переоткрыться И принимать посетителей Наверняка С переездом И коллекция расширилась Давайте поговорим О том Что можно увидеть у вас Действительно Коллекция настолько Выполняется с каждым днем Я интересуюсь Разными заводами Фабриками Авторами И можно увидеть Как не только игрушки Но предметы Из детства Различные коляски Одежда Детская посуда Потому что Это Вот эти вещи Тоже напоминают нам О детстве Можно ли Заказать экскурсию Будет Вот Каким образом Это сделать Чтобы не просто посмотреть Но и услышать Какие-то интересные рассказы Конечно Я вообще На самом деле Когда вот музей работал Он работал два месяца Да Он был маленький Но я не могла просто Пустить людей И чтобы они просто Сами смотрели Потому что На самом деле История игрушек Она настолько интересна И настолько Вот необычно Так как Историю игрушек Никто Практически очень мало Кто рассказывает Почему именно Вот такие игрушки Были Почему они были Деревянные Почему у них Такая одежда Почему у них Такой вид Краска На самом деле Ведь игрушка Это произведение Искусства Да Она относится К декоративно-прикладному Искусству И знаменитые Авторы Скульпторы Художники В свое время В институте игрушки Они работали Над игрушками Защищали Чтобы просто Детки могли Наслаждаться Играть Не просто Выпускали игрушку Но игрушка Еще и должна Была воспитывать Детей То есть Это настолько Интересно И вот эти все Истории Я рассказываю Ну На своих Экскурсиях Поэтому Всегда Когда люди Приходят Я не могу Им Ну Просто Просто Чтобы они Смотрели Всегда Что-то Рассказываю Ну Конечно Можно Заказать Отдельные Экскурсии Заранее Все нужно Обговорить Договориться И Будет Очень Интересно Ну А Пример Вот этих Вот Поучающих Историй Про Обучающие Игрушки Именно С какой-то Такой Идеологической Правильной Установкой То Что Вы Сейчас Упомянули Конечно Игрушки Раньше Было Так Ну То есть Мне часто Задают Вопрос Ну Вот Был Недавно Такой Вопрос Не вопрос Даже Наверное Такое Отверждение Вот В моем Детстве Было Всего Две Куклы И Я Сразу Задаю Вопрос А Вот Ваше Детство В какой Период Потому Что Игрушки В музее Разных Периодов Например Если Мы Возьмем После Войны Игрушки После Второй Мировой То Конечно Многие Фабрики Заводы Они Игрушки Их было Действительно Мало Все Ручная Работа То Позже В 70-х 80-х Годах Конечно Уже Фабрики Были Восстановлены И Уже Акцент Был Не на Качество Уже Конечно На Количество То есть Было Очень Много Если Брать После Военные Вот Такие Времена То Конечно Игрушка Имела Такой Воспитательный Характер Конечно Был Голод В стране Какое-то Время И Первые Игрушки Они Обязательно Должны Были Вот Например Если Куклы У Девочек Они Должны Были Создавать Образ Такого Здорового Сытого Ребенка Дефицит Определенных Профессий Тоже В стране И Куклу Одевали Например Пожарные Врачи И Когда Ребенок Получал Такую Игрушку То Он Уже Как бы В будущем Знал Выбирал Свою Профессию Во время Игры То есть Она Имела Такой Воспитательный Характер Воспитывала Ребенка Он Уже Знал Какой Профессии Он Мечтает В будущем Есть же Игрушки Которые Нужно Заводить И Которые Выполняют Определенные Вот Как Повар Доктор Сравмовский Их Можно Увидеть В действии В вашем Музее Конечно Наверное Я Сама Даже Люди Не Всегда Спрашивают Знать Но я В первую очередь Хочу Конечно Им Показать Потому что Это Очень Интересно Наш Замечательный Доктор И повар Это Одни Из Первых Латвийских Роботов Игрушек Такие Кинетические Роботы Это Очень Интересно И Всегда Люди Когда приходили На экскурсии Всегда Рассказывали Что Да Они Все Помнят Эти Игрушки Но Если В детских Садиках Или дома Они стояли За полочкой За витриной Где-то На полочке Под ключиком Что Они Очень Интересные Но Их Доставали Показывали И снова Убирали Ну да Потому что Когда игрушка Движется Мне Просто Рассказывали Родители В детстве Что Я Не Любил Есть Манную Кашу И Единственный Способ Был Впихнуть Ложку Заводили Был Такой Механический Ослик Его Заводили Когда Он начинал Пружина Расскручивается Он начинал Ходить У меня Просто Открывался Рот Я смотрел На этого И вот Воспользовавшись Моментом Родители Как раз Рот Накладывали Полную Порцию Манной Каши Яна Откуда Вы Берете Игрушки Пополняя Вашу Коллекцию Ну Явно Не все Осталось Из вашего Только Детства Да Совершенно Верно Игрушек Из моего Детства Мало Потому что Ну Как-то Больше Захотелось Их приобрести Поэтому Все началось С того Что я Сначала Решила Найти Игрушку Из своего Детства И так как Я собираю Уже Около Двенадцати Лет Первые Десять Лет Полностью Все искала Сама Наверное Спрашивала У знакомых У друзей Различные Базарчики Даже Очень интересные Были находки Когда Я по мне Задержалась У мамы Выходила На улицу И даже Находила Очень ценные Экспонаты Которые Сейчас Ну Представлены Музеем То есть Везде Я путешествовала Где бы я ни была Вот Ну За границей Всегда Первым делом Я должна была посетить Какие-то Блошиные Базарчики Так называемые И Наверное Вот если Из трех дней За границей То два Я точно буду На базарчике Вот второй Третий день Я всегда хотела Именно посетить Место Где В определенной Стране Выпускали Определенные Знаменитые Игрушки Оставляют ли Вам сейчас Эти игрушки Посетители Приносят ли Может быть Как делятся Своими Игрушками Вы знаете Сейчас Да Раньше Я никогда Ну Никого не просила Все Сама Собирала Но сейчас Очень приятно Что люди Стали такие Отзывчивые Есть очень Много людей Например Они уезжают За границу И Ну Они не могут Собой Взять Вот эти Игрушки А выкинуть Конечно Кусочек Своей истории Кусочек Своё детство Это очень Ну Это очень Грустно Поэтому Они Очень счастливы Что могут Так скажем Увыковечить Вещь Любимую В моём музее И Всегда могут Вернуться И посмотреть Да Сейчас Приносят Пишут Вот пока Даже Сегодня Да Я готовилась Тоже получила сообщение О том Что мне хотят Подарить игрушки Какие Уже известно Какие прилагают Куклы 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 Пластинки Машинки Ну вот Кто-то Что-то Из своего детства Всегда спрашивает Что интересно А Игрушки Электроника Я знаю Что у вас Даже там Целая большая Коллекция Волк Который ловит Яйца Там Вся Эта серия Да Я скажу Что вообще На самом деле Очень такая Интересная история Вообще В принципе Весь Музей Вот Одна такая Из первых игрушек Это была Электроника Которую я Практически Первую приобрела Это было Очень давно Почти 12 лет назад Я увидела Случайно Ее в продаже Я позвонила По номеру Телефона И человек Сказал Что она Зарезервирована И Я ждала Я помню Я всю ночь Действительно Всю ночь Не спала С утра Проснулась Я ему звоню Он говорит Ну простите Ее уже Приобрели Знаете Я так расстроилась Мне казалось Что она Настолько редкая Что я больше Никогда Ее не найду Что Вот Ну все Вот она ушла Я очень сильно Переживала Но не прошло И недели Как через неделю Вот пришла Моя первая Осьминог Я Просто помчалась Я помню Я была не в Риге Я просто Быстро Быстро В Ригу Поехала Забрала Была очень счастливая И на данный момент Их больше Наверное 35 Я уже сказала Ну все Наверное Для музея Этого достаточно Но Мне казалось Тогда Что это Что-то Очень такое редкое Конечно В музее Есть другие Редкие Да Игрушки Которые Вот действительно Редкие К слову Сказать Вы говорите Там больше 30 Уже одних Только вот этих Электронных игр Есть ли предел То есть Вы постоянно В поиске Вам предлагают Приносят Не знаю Там подкидывают В какой-то момент Наверняка Включается Отсев Ну я не могу Все это принять Бесконечно Расти музей Не может Или дубликаты Да Это я возьму Это не возьму Вы на каком Еще этапе Вот этого Активного поиска Сбора коллекции Или уже Можете себе позволить Говорить Нет Нет Извините Но у меня уже Не хватает места На полках Вы знаете Пока что Я не могу Сказать нет Потому что Каждая игрушка Очень дорога Для меня И ждет Есть в детстве В детстве В прямом смысле Редкие Вот вы упомянули Что есть Редкие экземпляры Может быть Несколько Ну какой-то Пример Такого Редких Действительно Игрушек Ну редкие И вы знаете Когда я стала Сначала Вот я расскажу Как я стала Собрать игрушки Я сначала Ну принимала все То есть я искала Мне казалось Вот это старенькое Вот это из моего детства И я просто Как-то Ну необдуманно Собирала все Через какое-то время Я все-таки Больше стала Интересоваться Изучать именно Историю Именно знаменитых Авторов Скульпторов Потому что Действительно Раньше Да Как я уже говорила Существовал Такой институт Игрушки Это был Экспериментальный Институт Игрушки Где работали Самые знаменитые Скульпторы Художники И авторы И в том числе Две женщины С латвийскими Ну нашими Латвийскими Корнями Поэтому Игрушки Именно этих Авторов Очень Интересны Необычны И я стараюсь Приобрести Именно Вот Определенных Авторов Поэтому Есть редкие Такие игрушки Даже Ёлочные Игрушки Наши Латвийские Довоенные Игрушки К сожалению Информация Очень утеряна И найти Атрибутировать Правильно Очень сложно То есть Узнать Кто автор Некоторое Время Назад Даже узнал Что Наши Первые Одни Из ранних Стравмовских Игрушек Да Вот Которые Первые Для Выставки В Монреале Это была Всемирная Выставка Делала Кукол Ольга Каврилова То есть Такой информации В журналах Очень мало То есть В каких-то Архивах Наверное Не проходит Ни одного Дня Чтобы я Не искала Какой-то Информации Поэтому Наверное В первую Очередь Такие Редкие Игрушки Это Латвийские Ранние Дальше Каких-то Определенных Заводов Определенные Авторы Такие Как Лев Сморгон Разумовский Мариана Матавилова Вот Завод Красный Треугольник Вот Все эти Игрушки Для меня Очень редкие Но Чтобы Понять То есть Это в двух словах Но чтобы понять Что это за люди Что это за Завод Фабрики То есть Наверное Меньше Двух часов Тут не обойтись Это я все буду Рассказывать Вот в музее На экскурсиях Итак Мы подходим К тому Что скоро Будет Переоткрытие На новом месте Новоселье Музея Можно будет записаться На экскурсию Прийти И посмотреть И послушать Рассказ Зервью 6 Зервью 6 Зервью 6 И в интернете Конечно же Много информации На фейсбуке Мусу Берн Ибо наше детство По-моему Ильяна Расскажите вы Как проще всего До вас достучаться Дозвониться Дописаться Как найти Да Ну есть На фейсбуке Действительно страничка Там есть все контакты Есть номер телефона Действительно адрес Зервью 6 Да Или можно со мной связаться По телефону Да 249 249 33 Так что Можно позвонить И я отвечу на все вопросы Ну и тем слушателям Которым интересно Наверняка Всем нашим слушателям Стало интересно Кто не успел На слух Сложно воспринять За рулем машин Или где-то еще Конечно же Через какое-то время На нашем портале Микс Ньюс ЛВ Появится Текстовая версия Нашей беседы Со всеми ссылками Можно будет Связаться С Яной Яна Спасибо большое Хочется пожелать Наверное Чтобы все-таки Какая-то материальная помощь Была оказана музею Может быть Я не знаю Или на государственном Или на уровне Самоуправления Поддержать Или на уровне Частных спонсоров Или частных спонсоров Действительно Чтобы такое вот Ну как бы Начинание Оно продолжалось И развивалось дальше От души Желаем вам успеха И развития Всего доброго Яна Спасибо, что были с нами Хорошего дня До свидания До свидания